В селе Чухонастовка и ее окрестностях продолжаются поиски 15-летней элиты Ли. Девочка утром 13 января ушла в школу и бесследно исчезла. Очередной день поисков не принес никаких результатов. Сегодня поисковые группы работали точечно, рассказали в межмуниципальном отделе полиции Камышинский. Поисковики обследовали колодцы, заброшенные строения, где могла бы укрыться девочка. Тщательно прочесали даже сельское кладбище. Результатов пока никаких. Поиски осложняются сильным ветром, отсутствием в поселке Света и практически полным отсутствием мобильной связи. Исходя из погодных условий, 15 января поисковые работы велись в таком формате. Напомним, девочка пропала в четверг, 13 января. От дома до школы ее отделяли всего 800 метров. Но в школу подросток не пришла, домой не вернулась. Вечером 14 января стало известно, что в одном из уличных туалетов в селе Чухонастовка обнаружен портфель девочки. В нем нашли телефон, дневник, кое-какие личные вещи. Поисками девочки занимаются более 400 полицейских, а также военнослужащие, спасатели МЧС и следователи СКР по Волгоградской области. По факту безвестного исчезновения ребенка, возбуждено уголовное дело по статье убийства. Привлечены добровольцы и проводники из числа местных жителей. Прочесываются окрестности, лес и берега, расположенных рядом прудов и речки балаклейки. Местность прочесывают с кинологами, техникой повышенной проходимости. Пока позволяла погода, поднимали беспилотники. Речку балаклейку и пруды обследовали водолазы. Они не нашли никаких следов девочки. Приметы пропавшей Айлиты Ли, на вид 15 лет, рост 160 см, среднего телосложения, темные волосы ниже пояса. В день исчезновения была одета, в оранжевую зимнюю куртку, коричневые сапоги и зеленую шапку.